Всем привет дорогие друзья, с вами канал RusFPS и сегодня у нас будет кобок мобильных пиферов в первый тур. Я буду играть против Treyfekers и у нас будут рейтинги команд 66. И также обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, и когда мы соберем 650 подписчиков у нас будет конкурс на 1000 рублей. Да, так бы я хотел бы сказать, но не получится к сожалению, потому что... Сейчас вы все увидите. Записывал, значит я видеоролик, видеоролик записывал, и смотрите что из этого вышло. Просто посмотрите на Дури Кодер, спасибо тебе Дури Кодер, просто посмотрите на это, просто посмотрите на это. Спасибо тебе Дури Кодер. Короче, ребят, суть в том, что я победил. Просто это было... На самом деле я не буду говорить, что это было легко, сложно, там все дела. Скоро перескажу всю суть матча. Смотрите, начинал я первый как лидер, типа сразу же показываю, кто тут будет доминировать в данной игре. В первый раз я забил 21 гол, мог забивать спокойно 23-24, ну, то есть, если бы я все моменты абсолютно бы выиграл. Так я забил 21, что считаю неплохим результатом. Значит, Иван, то есть, владелец канала ТФ Эккерс, забивает мне в первый раз 18 голов. Достойный результат, но я говорю, я сразу же поставил высокую планку, которую он не смог выполнить, то есть, вот, 21 гол. Следующий раз я уже забил 18 голов, что поставило сначала под сомнение мою победу. То есть, я думаю, блин, а если он мне... Слушайте, давайте я посмотрю гол здесь, как я забил. Мне аж интересно стало. Это кто у нас там такой жесткий бентеки? Сейчас я посмотрю и дальше продолжим. Опа! Вот такие же плюшки я там и забивал. Вот, что поставило под сомнение мою победу? То есть, в итоге у меня на общую сумму набралось аж 39 мячей за два матча. И далее я смотрю у меня счет 30... Он мне... Ну, я посмотрел его видосик. По некоторым причинам я не смог вложить в условленные 15.00 по Москве. Вот, посмотрел его видосик и увидел, что я победил. Потому что в FIFA Mobile, если ты начинаешь первым, ты не можешь понять, выиграл ты или нет. Потому что там даже счет не пишут. Ой, конторы... Сами знаете, кого. Вот. Выиграл я со счетом 33. И из этого мы можем понять то, что Ваня забил во втором матче, если я не ошибаюсь. Ну, из этого можно выяснить то, что во второй раз он забил 15 голов. Следовательно, я победил. Просто с разгромным, но с неплохим счетом. Это у нас 33-39. Абсолютно доминирующее преимущество в 6 мячей я получил. Все, ребят. Вот такие косяки у владельца, у создателя купомобильных фиферов тоже бывают. Я не стал использовать запись Вани. Потому что, ну, если бы это был бы полный матч, то да, я бы у него попросил бы запись. А так нет. Если вы хотите посмотреть, как играл Ваня, ну, канал Трифейкос, то переходите к нему на канал. Ссылка будет в описании. Ну и все, ребят. А те, кто не лог и записал все угодно, четко. Ну, конечно же, переигрывать мы не будем, потому что... Ну, я победил, да. Ну, вы понимаете, да. Хм-хм. Кто тут батя? Вот. Переигрывать никто не будет. Потому что, во-первых, это... Во-первых, я и так победил, а во-вторых, ну, зачем еще раз эту воду баламутить? А вдруг я проиграю в следующий раз? Ну, мало ли. Вот. Ну, короче, шо мы тут это ждем? Ребят, сегодня будет жеребьевка. Сейчас, это офсайт у нас, скорее всего, да? Ну, удар, блин, мимо. Сегодня у нас будет, скорее всего, на стриме жеребьевочка. Жеребьевочка. А нет, хотя мы лучше дадим парням отдохнуть один день. Дадим парням один день отдохнуть. И уже, я не знаю, что, в понедельник получается? Да, в понедельник у нас в 19.00 по Москве будет жеребьевка. Кубка мобильных фиферов. Второй тур. Там у нас будут команды из второго дивизиона... О, из третьего дивизиона Англии. Это у нас такие команды, как... Ну, то есть... Бристер Роуэрс и Вукомби Вандерс и так далее. Вот, ребят. И, кто досмотрел данный видеоролик до конца, я надеюсь, по таймингу я сделал так же, как и геймплей. Я бы сейчас записывал. Вот, ребят. Короче, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Оставляйте свои комментарии. Вот. Что еще могу сказать? Ставьте, ёпта, на колокольчик. И тогда вы сможете узнавать первым о выходе новых видосов по Кубку мобильных фиферов. И да, кстати, я в эту фифу, ну, в фифу Mobile 19 полностью погрузился и совсем забыл про карьеру за бич-клуб и карьеру за Монако. Поэтому ставьте лукасы, собираем 10 лукасов. И следующим же видеороликом, ну, вот, когда соберете 10 лукасов, ну, я в любом случае выпущу, но лучше соберите, потому что, потому что я так сказал. Вот. Ну, короче, лучше соберите. И вот, короче, будет бич-клуб. Там как раз-таки два заключительных матча. И будет у нас конец сезона. И вы узнаете, вышел я в третью лигу из четвёртой или остался там же на дне гнить. Вот, ребят, всё. Поэтому, ещё раз повторяю, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте несколько комментариев. Ну, а с вами был Горус Фифа Пес. И не забывайте, возможно, будет сегодня стрим, а возможно, завтра. Ну, всё, ребят. Пожелайте мне удачи, чтобы я вышел всё-таки из группы. И всем пока. Как я так не записал? Просто вот, дури-кодер, уже несколько раз так. Записывал Dangerous Hunter 5. Хотел порадовать подписчиков прохождением, но на новом канале. Поэтому создание нового канала затягивается. Ну, это просто, я не знаю, без мата тут не сказать. А материться на них было. Ой, а вы ещё смотрите, что ли? Ё-моё. Ну, всем пока. Что ещё могу сказать? Дури-кодер просто респект. Надо будет уже карту захвата покупать, а она денег стоит. Блин, ё-моё. Вот, приходится пока дури-кодером пользоваться. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok